Как можно сравнить, я не знаю, биолога и киношника? Ну, как-то сравнивать. У самурая нет цели, есть путь. Через 10 лет кино не будет. Будет все создаваться внутри метавселенных. Алин, вы в этом году добились невероятного успеха. Я не знаю, как вы это оцениваете, на мой взгляд, это супер успех. Вы стали победителем Лиги Лекторов от Общества Знания. 50 человек по стране добились этого, вы в числе их. Расскажите, как вы приняли решение участвовать в этом конкурсе и как вообще это было? Ох, вот это вопрос. Решение было долгое, на самом деле. Я к этому шла. Это тоже путь. У меня все путь. У самурая нет цели, есть путь. Вот это про меня. Я очень хотела выступить. Я знала о втором. Это был третий сезон. Сейчас у нас участвовало 9 тысяч преподавателей со всей страны. Я заполняю заявку и подаюсь, соответственно, на Лигу. Дальше 8,5 месяцев. Постоянно идут туры. 8,5 месяцев? 8,5 месяцев. 9 тысяч человек. То есть это не просто конкурс, подал заявку, выступил и результаты. Простите за формулировку Рубилова. Это мясо. Они устроили нам просто войну. Они взяли лучший стресс преподавателей. То есть преподаватели из разных... Там условие такое. Ты должен быть спикером и ты должен преподавать. Если нет, ты не входишь. То есть со всей страны, со всех вузов, потрясающие педагоги. Они занимаются там, не знаю, кибернетикой, нейропрограммированием, юриспруденцией. То есть мы между собой смешаны. Вроде как нас делили по подгруппам. Я представляла, допустим, группу культура и искусство. Но в итоге нас сравнивали между собой. Как это можно сделать? Как можно сравнить, я не знаю, биолога и киношника? Ну, как-то сравнивали. Колоссальный опыт. Опыт просто, он тебя выворачивает. Во-первых, очень долго. Когда месяц делится конкурс, это одно. Когда это длится больше полугода, ты уже устаешь. А расскажите, с какой темой финальной, какая была финальная лекция, с которой вы, собственно, победили? Финальная лекция была кино без будущего или будущее кино. То есть я говорила о том, что, ну там, по некоторым исследованиям, через 10 лет кино не будет. То есть будет нейрокино. Привычного кино, которое снимается людьми, монтируется. Вот то, что мы делаем с вами сейчас. Вот мы сидим, пух, летает студент и ходит. Этого не будет больше. Будет все создаваться внутри метавселенных, будет киберпространство, и внутри будут прорисованные истории. И я объясняла, почему это плохо. Почему мы потеряем таким образом документалистику, что она может сделать для людей. Я объясняла, почему мы потеряем, ну, такие любительские, но максимально искренние фильмы, которые делают, допустим, наши студенты. То есть мы потеряем целый пласт. Вот об этом я говорила. Причем самое смешное, что я стою, говорю, вот будет там кино, вы будете сидеть в датчиках, оно будет считывать там ваш мозг и так далее. А у меня в руках кликер. И кликер не работает. И я стою, у меня время идет, а кликер не срабатывает. Я говорю, ну вот видите, уважаемая комиссия, мы говорим о киберпространстве через 10 лет. Давайте поменяем батарейки в кликере для начала. То есть, ну, какие-то вот такие вещи были проблематичны. Но что я поняла про себя, по крайней мере, мне нравится работать на аудитории, которая меня не знает. То есть со своими студентами здесь легко. Они тебя любят, ты приходишь, они у тебя все на шее и так далее. Но когда это чужие люди и люди, которые только что видели, допустим, в этот день 20 преподавателей, потрясающих преподавателей, ты выкладываешься на 350%. И если ты видишь, что они, ну, отключились от телефона и включились в себя, удержать их, и ты выходишь, думаешь, могу. Вот прям могу, хочу и отдаю им это. Ну, то есть живые лекции в аудитории, это, конечно, лучше, чем лекция перед ноутбуком. Ну, да. Но ситуации бывают разные. Ситуации бывают разные. И перед ноутбуком тоже было. То есть тоже включилась как бы трансляция, ты себя не видишь, ни плейбэка, ничего нет. Ну, ты просто рассказываешь 15 минут лекцию, думаешь, дай бог, чтобы они меня слышали хотя бы. Потом тебе говорят, спасибо, можете отключаться. Ну, и ладушки. Добро пожаловать в 20-й год. Добро пожаловать, да, думаешь. Ну, и хорошо. Но сейчас тоже, вот что я увидела у преподавателей, допустим, в онлайне все сработали хорошо. Встать перед аудиторией просто как будто это твой класс тоже неплохо. А выступать вот так перед камерами, выступать на большую аудиторию, как вот на форуме, не смогли. У меня есть опыт выступления перед 6 тысячами живыми зрителями. Это было тогда страшно, после этого уже ничего не страшно, наверное. А у них нет. И они плывут, потому что страшно, потому что на каких-то вот таких учительских нотах уже не выйдешь. Им неинтересно. Они не обязаны тебя слушать. Мы когда готовились, параллельно шел у меня электив здесь у нас в университете. Я готовлю спикеров. И у меня студенты притаскивают каких-нибудь спикеров в их работы. И они приносят мне Артемия Лебедева. Он тоже выступал в знании. Они говорят, Алина Николаевна, посмотрите, Артемий Лебедев, вот вам там завтра выступать. А вот он там. Я говорю, ну да, мы все его знаем, да, он достаточно эпатажный мужчина в оранжевых носках, с синей головой. И он всегда в интервью очень легко захватывает аудиторию. Ошиблись, да. А здесь он стоит на сцене перед аудиторией студентов. И все, ручки вот так, голос трясется, глаза бешеные. Ему страшно. То есть я прям чувствую, как он мечется. Страшно выйти перед студентами просто так. Мы можем, а они нет. Поэтому прокачалось по полной программе. Крутой вывод, о котором никто никогда не говорил. С точки зрения публичных выступлений, кажется, что... Говорили, что в ковидное время преподавателям было тяжело переструиться на онлайн. Но на самом деле для преподавателя, у которого плохо с публичным выступлением, казалось бы, получается, что выступать в онлайне легче, чем в живой аудитории, потому что навык публичного выступления не нужен так сильно. Да. Плюс нужно понимать, что у нас подача у всех учительская. Я стою, вы меня слушаете. Я могу классно стоять и говорить, вы обязаны. Как бы я тут деньги получаю, а вы здесь учитесь. Я вам будущее даю на секундочку. Я просто в Лиге лекторов честно проверила свою теорию, что преподаватель должен быть спикером, но не лектором. А спикер, он работает от аудитории, закрывая их потребности, отвечая на их боли. Я веду спикерское мастерство, у меня свой онлайн-курс. Вот как я с ними работаю, с теми, кто платит за это, вот так же я попробовала здесь, и они включились моментально, потому что я для них, про них и ради них. То есть я пытаюсь учить этому студентов, педагогов будущих, чтобы они говорили с аудиторией как спикеры. Не вот это вот, то есть ты не транслятор учебника, ты человек. Выбор темы кино для меня понятен, как я для себя это объясняю? Вы закончили в ГИК, потом у вас было педобразование психологическое, но до этого же было еще юридическое, юрфак МГУ. Как вообще так получилось, что вот за небольшой отрезок времени у вас есть юридическое, киношное, педагогическое, психологическое образование? Как? Мне все говорят, сколько вам лет? И все начинают считать, забывая, что магистратура — это всего два года. Я говорю, да, я просто очень хорошо выгляжу. А давайте просто коротко и четко. Юрфак — это сделка с родителями. Получай нормальное образование, тогда занимайся всем, чем хочешь. Я поступила, на первом же курсе сделала там свой собственный театр, закрутила там максимально творческую жизнь, поняла, что да, мне это нравится. Пять лет пролетели супербыстро, потому что великолепный университет, база, ну это основа, и с этими людьми это моя альмаматор, это мои самые дорогие и близкие люди до сих пор. Это было да. Затем поступаю в театральный вуз, не заканчиваю его, честно, потому что получаю травму, родители говорят, нет, остановись. Забираю документы, поступаю в американский киновуз, попробовала себя там, поступила, но, к сожалению, не получила гранта. Думаю, ну, нет так нет, остаемся работать юристом. Работаю юристом, попадаю в кинокомпанию, смотрю на все, понимаю, что оно есть. Да, я юрист, я хороший юрист, я до сих пор работаю, веду некоторые документы, я могу выступать в судах, но мне хотелось вот создавать. Я всегда говорила, что мне не нравится копаться в чем-то, будь это даже документы. Я хочу сделать, сказать, это я. Вот после меня это осталось. Я, ну, создаю не совсем честное резюме, пишу, что я, знаете, арт-директор там, вся, мы такая вся умная, креативная, попадаю арт-директором в Жан-Жак, в сеть ресторанов французских, затем попадаю в ивент-бизнес, затем заканчиваю в гик, потому что просто хотелось все-таки больше творческого начала, создаю свой кинопродакшн, психолога получаю, потому что нужно в управлении людьми, и много начинаю преподавать, и хочется больше понимать, ну, и для сценариев тоже. Но неожиданно начинается практика, я практикующий психолог до сих пор, а затем просто решила открыть свою киношколу здесь, поработав в Гонконге, в Латвии, в Испании. А для этого нужно все-таки педагогическое образование. Заканчиваю магистратуру здесь, я закончила наше и ППО, у меня направление высшая школа, то есть я профессиональный преподаватель студентов. Невероятно просто. Вот, вот как-то так. Просто невероятно. Я вот не знаю второго человека, у кого такая же история по жизни. То есть второго, я такого не знаю, и это очень круто. Алина, расскажите о вашей деятельности в университете, где вы преподаете, какие предметы, занимаетесь ли вы исследованиями. Ох, преподаю на самом деле много и много разного. То есть я являюсь ассистентом департамента методики обучения у нас в ПО. Там есть магистратура, связанная с кинопедагогикой. Наконец-то в ГПО она появилась. Это действительно новое, это потрясающе. Я являюсь преподавателем там. Кинопедагогика это что, расскажите? Кинопедагогика это как посредством кино, собственно, образовывать. То есть как включать кинематограф в образовательную деятельность преподавателя. То есть и понятно, что можно показывать фильмы, но давайте честно, мы все на этом учились, то есть это не новое. Я учу их снимать кино. Я учу их снимать хотя бы минимальные простейшие ролики. Я объясняю, как говорить о кино, как разбирать. Для этого нужна профессиональная техника или на телефон можно снимать? На телефон. Все на телефон. То есть можно на телефон. Максимально просто. Студенты монтируют вот так. Студенты магистратуры, то есть взрослые люди, там чуть-чуть тяжелее, потому что они все учителя в школах, они приезжают уставшие, у них там ОГ, вот это все, и тут какой телефон. Но они, там я действую больше через обсуждение. Давайте поговорим, давайте напишем сценарий, давайте выразим себя. То есть когда я написала здесь собственное исследование свое, я хотела соединить педагогику, психологию и кино. То есть научить и студентов, и преподавателей вот такой вещь. Если ты о чем-то не можешь сказать, если есть какая-то тема, которая свергит, сними кино, вырази себя через кинематограф. Мы проверяли там самооценку, рефлексию, там потрясающие были результаты. Но мне нужны преподаватели для этого. Собственно, поэтому я здесь, я готовлю себе армию преподавателей. Но кино же это искусство, это же творческая деятельность. Может быть такое, что человек не может снять кино? Дело в том, что кино это не совсем искусство. Как киношник я скажу, что кино это производство, это станок, это технология и это понимание, как. Кино это формат языка. Да, это высшая степень искусства, где есть живопись, и литература, и музыка, все вместе. Но это скорее высказывание и помощь кому-то высказаться. Обсудить ли, посмотреть ли, вместе создать. То есть кино это на самом деле гораздо больше, чем мы можем представить. Это целый язык, это целый мир. И если мы его добавим в наше образование, это же потрясающе. Более того, это тот язык, который максимально понятен студентам и максимально понятен штольникам. То есть когда мы говорим, что у нас наш креатив, это что? Презентация ППТ, выведенная на экран? Ну о чем мы? А когда мы говорим, а давайте снимем об этом кино, а давайте сделаем документалку, а давайте сделаем ролик, а давайте создадим мультик, мы переходим к ним, в их плоскость, в творчество. Мы уже классный препод, получается. То есть сотворчество, командная работа, вовлечение. Максимально командная работа, вовлечение, самовыражение, понимание, что ты получишь результат, если ты сделаешь вместе. Ты не видеограф, ты киношник. То есть об этом, на самом деле, моя диссертация, которую сейчас я пишу в аспирантуре. Формирование ценностных ориентаций педагога, преподавателя будущего, именно в командной работе, в создании фильмов. То есть мы не говорим, что я учу будущих, там, не знаю, вгиковцев, да, или я учу киношников. Хотя, по моему опыту, те фильмы, которые они снимают вместе, мы отправляем на фестивали, они получают там премии на международных кинофестивалях. То есть научить снимать кино можно за два месяца. Главное, чтобы была история. А у преподавателей историй огромное количество. У студентов историй огромное количество. Так можно дать им рассказать их вместе. Ну, у каждого свои истории. Да, абсолютно. И когда они вместе доводят это до конца, когда вот он, фильм на экране, пусть корявенький, пусть на телефон снятый, но совместный. Эти люди, семья до конца жизни. А что лучше, чем быть, ну, вот, родным для своих учеников? Вот этому я и учусь. Да, это очень круто. Параллельно я преподаю здесь английский. Я на кафедре англистики международной коммуникации. Я преподаю там практику. Вы еще английский преподаете? Да, я еще английский преподаю. Так, давайте, значит, смотрите. Стопим. Так, значит, юриспруденция, кинорежиссура, педагогика, психология, английский язык, публичные выступления. Публичные выступления. Сегодня, сейчас 2023 год. Давайте представим, что вы в московском городском до 2030-го, вот загляните в будущее и скажите, в 2030-м чем вы занимаетесь? Здесь, в университете? Да, в нашем университете. А, как там с позиции ректора? Я шучу, конечно, чтобы мы это вырежем, конечно. Так, чем я занимаюсь? Я создала здесь, я настаиваю на том, что международный все-таки центр, который помогает максимально, вот это модное слово, проявленности. Но проявленности и студентов, и преподавателей. То есть здесь люди учатся снимать, выступать, создавать, запускать собственные программы, говорить и максимально их реализовывать. То есть я на своем опыте поняла, что педагог может максимально много. То есть работая в Конгрессе, допустим, мы пишем предложения по изменению образования в мире, мы отправляем их в ЮНЕСКО, и ЮНЕСКО до сих пор их рассматривает. Вот я хочу, чтобы студентов больше в этом участвовало. Я хочу, чтобы... Я просто считаю, что сейчас вот нашим деткам деткам им максимально тяжело, потому что огромное количество со стороны утюгов говорят, ребят, личный бренд, тот самый Грамм, да? Не надо, не учитесь, не получайте высшее образование. Я хочу это возродить. Потому что если уж нас отрезали немножко от всего мира, значит, этот мир можно создать здесь. Значит, можно образование поднять снова до такого уровня, чтобы мы опять гордились. То есть личный бренд — это все важно, но нужно понимать, что должен быть фундамент. Да, но ведь личный бренд может быть и в фундаменте. Я хочу, чтобы у преподавателей было больше личных брендов, потому что говорить «я учитель вуза», тебе говорят «что, сколько ты получаешь?» И ты говоришь «да, это не главное», говоришь ты, а я хочу, чтобы сюда очереди стояли поступать, чтобы учитель это стало максимально уважаемой профессией. Я преподавала в Гонконге, я видела, как относятся там к учителям. Когда ты говоришь «я преподаватель вуза», они кланяются тебе, они кланяются. И не потому, что это азия, а потому что учитель — это сенсей, это человек, несущий знания. Я хочу, чтобы здесь был центр, который заново это возродит. Максимальное количество технологий. Нейросети — хорошо, значит, мы будем создавать эти нейросети. Я хочу, чтобы этот вуз стал, если это будет этот вуз, чтобы он стал центром страны по созданию лучших преподавателей. Преподавателей, которые получают большое количество денег, потому что они меняют историю, а учитель это может. Потому что сейчас мы получили поколение, которому заново нужно ценности дать. Они сейчас в раздрае. Кто им даст? Мы. Ну, значит, нужно преподавателей подготовить для этого. Продолжение следует... Продолжение следует...